Это территория призраков. Лесистые участки обрамляют берега рек, которые тянутся на многие километры по африканской саванне. Знаменитые леса Серенгетти. Эти тенистые заросли рядом с выжженной равниной богаты бесчисленными видами животной жизни. Это владение королевы леопардов. Днем она почти невидима. И появляется из ниоткуда в погоне за добычей. Для некоторых обитателей леса это мгновенная смерть. Она движется подобно тени. Это скрытная королева галерейных лесов. Королева леопардов. Мгновенная смерть. Фильм Рейнарда Редке. Самое прохладное время дня – предрассветные часы. Самка леопарда вышла из зарослей в поисках нескольких минут покоя. Но ее котенок, игривый, как и все котята в пять месяцев, не даст ей этого покоя. Мы находимся на краю галерейного леса на севере Серенгетти. Ночью самка поймала молодую антилопу, и теперь она хочет спрятать свою добычу. Тяжело тащить такой груз по веткам оливы, но других деревьев здесь нет. А добычу надо защищать. Вот почему леопарды выбирают места с несколькими деревьями. Скоро станет ясно, что эти меры были не напрасны. Дело сделано. Она спускается, а детеныш может поесть. Но, как часто бывает, котенку не хватает опыта. Он уронил свой завтрак. Кошки замечают опасность в самый последний момент. КОНЕЦ КОНЕЦ Теперь она забирается еще выше. Да и веток там больше. И мальчику повезло. Через полчаса его мама спускается вниз. На спуске идем головой вперед. В июне в ручьях еще много воды. Но равнины за густым кустарником скоро высохнут. Этот лес дает не только укрытие. Он еще и привлекает других животных. От самых больших до маленьких и пугливых. Как этот стинбок, который очень любит питательные цветки и мягкие листья. А это осторожная антилопа бушбок. Большую часть времени они лежат в густой траве. Мелкая антилопа прячется в тени, навострив уши. Но этого охотника ей бояться не нужно. Сервалы едят птиц, мышей и насекомых. Иногда детенышей газели. Взрослый болотный козел ему не по зубам. Он высматривает мелкого хищника. Заросли травы – хорошая столовая для этого юркого хищника. Козлу нечего бояться. Но хищник есть хищник. Еще одна семья вышла на охоту вслед за сервалом. Мама – каракал со своим отпрыском. Эта маленькая дикая кошка с ушами, как у рыси, тоже любит птиц. Изрезанный ландшафт и разнообразие видов – отличные охотничьи угодья для леопардов. Но за каждым поворотом реки можно встретиться со своим врагом – львами. Они нападают на леопардов при каждом случае. Это особенно опасно для молодых леопардов. Но если мама рядом, угроза маловероятна. Эта шуточная борьба служит малышу тренировкой, а маме просто нравится. До поры. Но когда она уходит на охоту, он остается один. Детеныш может помешать. Территория леопардов на севере Серенгетти обычно не бывает больше 20 квадратных километров. И тянется в основном она вдоль рек. Самка леопарда проходит огромные расстояния в поисках добычи. Леопарда охотятся и ночью, и днем, как и львы. Если у нее есть детеныш, отдыхать некогда. Она уходит утром и обходит те места, где она не была несколько дней. Вскоре она находит антилопу. Эти маленькие травоядные живут парами или небольшими группами. Они такие же чуткие, как и леопарды. Любой странный запах или птичий крик мгновенно привлекают их внимание. В зарослях множество глаз и ушей оповещают о приближении хищника как единая тревожная система. Она не может упустить ни одну возможность. КОНЕЦ Но на сей раз тревога сработала. Когда вокруг так много сторожей, лучше охотиться ночью, но днем найти добычу легче. Нубийский дятел сделал себе гнездо и кормит своих птенцов. Птицы ее не интересуют. Но их дерево – это отличный наблюдательный пункт. Не зря она забралась наверх. Совсем недалеко она увидела болотного козла. Спешить не надо. Он останется на месте, пока опасность не пройдет мимо или не подойдет слишком близко. Но если их обнаружили, ответ может сыграть на руку охотнику. Она крадется по краю обрыва, прячется в тени и не спешит. На несколько минут она выпустит добычу из виду, но она знает, что она все еще там. К сожалению, последний отрезок пути нужно пройти по воде. И немалый. Козел что-то почувствовал. Многие попытки терпят провал. Но на ней нет ни тени огорчения или намерения сдаться. Граница между кустарником и равниной – прекрасная экологическая ниша. Здесь много питьевой воды, и поэтому здесь много добычи для леопардов. Антилопы и импала едят траву и листья и отлично чувствуют себя и в зарослях, и на равнинах. Они не прячутся в самых густых зарослях, а собираются в стадо по нескольку сотен особей. Импалы и леопарды часто встречаются у воды, но в дневное время это трудная задача для самки леопарда. Слишком много глаз и ушей. Поэтому она ищет альтернативу. Газели Томпсона – одни из самых быстрых животных саванны. Они любят открытые пространства, а в случае опасности рассчитывают на свою скорость. Леопарды не такие быстрые, но иногда они принимают.